Всем привет! Добро пожаловать! Сейчас буду вот эту вот масочку новенькую делать. Ну, для меня новенькую. От Айпюр. Ночная она, правда, но я всё равно, у меня какая, ночная, не ночная. Я всё равно сейчас делаю и потом тоником протру лицо к обычному. Освежающее, в общем, с экстрактами. Бау-бау-бау, вот это вот. Ой, это... Так, что она прозрачненькая вот такая, видите? Какие у нас сегодня планы? На самом деле, сегодня планы были поехать искупаться. Чем-то приятненьким пахнет, но так отдалённо. Такая вот она вообще прозрачная-прозрачная. У меня такая есть прям жирненькая, она такая хорошая для сухой кожи, прям суперская. Это просто вот освежающее, как раз то, что надо в жару. Это сегодня хотели поехать искупаться. А погода что-то мне это самое не радует. Вот как прошли вот эти вот грандиозные дожди-то, когда всех позаливало. Потом, ну вот у нас в Москве, например, да, потом два дня было не жарко, но стояла париловка такая, знаете, от асфальта. Это вот, ну как бы он же нагрелся за это время, пока была нормальная жара. И что? Всё, в принципе, как будто и не делала маску. Не люблю, я уже говорила, не люблю я такие маски, которые прозрачные, потому что, ну как-то их наносить. Вот чем маска прикольна вот эта вот, ну когда делаешь, да? Вот ты наносишь, ты видишь, что там какой-то там, не знаю, чёрный цвет, допустим, там коричневый или зелёный. И как-то прикольно наносится, а когда вот не видишь, что ты наносишь, как-то и не прикольно. Ну вот для меня, честно, так. Вот, потом, значит, стояла вот эта париловка и, ну сколько вот, ну образно я скажу, неделю, да, стоит такая, как бы, ну 20-25. Отличная погода, шикарная погода. Солнышко как-то там вот так иногда, когда 25, ну так иногда просвечивается, а так и облачно. И я всё смотрела, смотрела на этот, сегодня выходной вообще на самом деле, сегодня суббота у нас. Но мужа сегодня вызвали на работу, хотя он, наверное, месяц, а у него прям два выходных было. Прям вот месяц, а то может и побольше. И я всё смотрела, какая же погода будет. Нарисовано было плюс 25, солнышко, ну конечно же солнышка никакого нет. А сейчас с утра спускалась на Вайлберес. Всё хочу найти себе похожие вот футболки, как у меня, которые вот я люблю, чтобы они прям такие тонкие-тонкие были, и такие вот хлопочек. Уже сколько, наверное, раз в третий я заказываю, и всё не то, всё не то. Смотрю вроде на картинки, вроде смотрю как бы хлопок 100%, смотрю на картинку, вроде да, вот похожие, как у меня, но не то, короче, всё не то. И вот, в общем-то, там, кстати говоря, прохладненько. Я была 22, что написано было, 22 градуса. Ветер такой прям прохладненький. Вот, и не знаю, в общем, поедем купаться, не поедем купаться, хотя я очень хочу, я муж сказала, что мне всё равно, пусть град будет, пусть дождь будет, вот, пусть что угодно там будет, но я поеду купаться, и я буду купаться, и я хочу купаться. Вот, вроде бы, там разрешено купаться, это от нас, где-то минут 40, не туда, вот, куда мы ездили, в Троицкое, это вообще в другой стране. Вот, озеро Круглое, там, по-моему, какое-то долгое озеро, потом какое-то ещё 3, рядом озеро находится, вот, на озере Круглом, ближе к Зеленограду, если кто понимает. Вот, и, в общем, не знаю, вот теперь поедем мы или нет, потому что что-то тучки какие-то, ну, вот, дожди, они нарисованы, но тучки, у нас ремонт соседи вон делают, вот, я мусор сейчас ходила выбрасывать, и не знаю, хотя я очень хочу купаться, прям очень хочу, я, конечно, бы хотела поехать в Ярославль искупаться, вот, на эти озера, пруды, пруда, но 4 часа туда, 4 часа обратно, это как-то, ну, не прикольно. Вот, так что, вообще, собираемся мы сегодня... Такое, кстати, вот, она освежающая, не знаю, почему, у меня такой холодок по лицу, хотя... Тут вроде мятки не написано в составе. В общем, собираемся, а там посмотрим, как карта ляжет, вообще, что мы сегодня будем делать. Я сегодня ничего не делала, вот с утра проснула, сходила на Валберес, вот сейчас помыла голову, воду наконец-то дали, уже нету этого, ну, водонагревателя, воду дали, прям хорошо уже. Ну, и с водонагревателем было хорошо. Все, ладно, а то говорю, 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 говорю. Все-таки решили мы поехать, что-то музыку какую-то слышала. В общем, да, решили все-таки мы доехать, хотя градусник, ну, на телефоне, если не градусник, показывает плюс 20 всего лишь. Мы что, в Ярославль ездили, ну, как бы купаться было, ну, пасмурно, что сейчас? Не знаю, будем купаться или нет, но доедем, по крайней мере, посмотрим, что как там, чтобы уже знать. Вот, в общем, выезжаем, пацан, надеюсь, я очень хочу. Ну, шкурит, ты будешь купаться? Он спрашивает меня, даже не стал домой заходить. Вот, я говорю, ну, если будет теплая вода, то и скуплюсь, и поедем там особо стоять, загорать-то точно нет, потому что солнца нету. Ну, говорит, ну и мне плавки возьми, хотя он не собирался. Ну, посмотрим. Так, мы едем, проезжаем аэропорт Череметьево, и такая ностальгия, когда мы куда-то летали. В нашем прошлом году мы не летали, в прошлом году мы были на нашем море. Ай, ну, когда-то мы летали, ностальгия хочется. Хочется в Турцию или Египет. Сейчас прям мимо нас, над нами пролетел, вон, уже далеко самолетик, я даже немножко испугалась. Вот он, на посадку все. Не видно, наверное, вот он. Прям рядышком-рядышко. Ну что, доехали. Тут вот туалет вот этот вот. Сейчас пойдем посмотрим. Запутались немножко, оно круглое озеро-то. А мы по кругу гоняем-гоняем, не поймем, где пляж. Так, ну что там опять начинается, что-то искать. Платная парковка. Что тут? В принципе, все видно. Люди уже пьяненькие такие прям, молодежь. Так, ресторанный комплекс. Интересно, работает ресторан. И вот оно, озеро. Я видела, там еще эти шашлык жарят, отдыхают. Это все? И это все? Да, я думаю, что не холодно. Ты взял мясо? Ну, красивенько. Вода прозрачная. Честно говоря, здесь так... А вот здесь вот грязненько. Смотри. Здесь грязненько. Ну, везде вот так вот все. В шашлыках. Вот зона шашлычная, беседочная. И вот на той стороне... Мне кажется, там вот пляж есть. Но там какой-то санаторий. Вот там, не знаю, видно, нет? Вот. Что-то я не решаюсь. Мне здесь как-то дискомфортно. Не знаю почему. Как-то не по себе. Всем еще раз привет. У нас с начатия влога, как я начала снимать, прошло уже, по-моему, три или четыре дня. В общем, я так и не искупалась. Хотя, ну, как бы очень хотела. Вот на фоне цветов классно, да? Цветочки. Так и не искупалась. Что-то мне... Я увидела это все. Мне прям что-то не захотелось. А потом я такая думаю, ну, наверное, надо, надо. И смотрю, в воду зашли пьяные компашки. Начали там, извиняюсь за выражение, плеваться, смаркаться, высмаркиваться. И мне прям так противно стало, что, ну, мы просто уехали. В общем, я так и не искупалась. Хотя очень хотела. Ну, вроде, я смотрю... Ну, там, дети потом зашли. Вроде купались, как бы. Я вроде... Вроде как да. Хотя, ну, такое ощущение было какое-то вот не по себе. Не знаю, почему так. У меня такое редко. И я домой ехала. Мы час ехали, в пробке немножко постояли. Сиди тут. Я сейчас буду готовить. Сидит, мяукает. Вот. В общем, час, пока ехали до дома, я просто молчала. Просто. У меня какой-то такой ступор на меня напал. И я молчала. Обычно я вообще не молчу. Вот. Мой муж уже такой минут 20 прошел. Он говорит, типа, ты что? Чего молчишь-то? Чего молчишь-то? А я прям не могу говорить прям вообще. В общем, вот так. Вот так и не искупалась. Ждет, ждет, ждет что-то. Ждет. Тимош, ну, сегодня ничего такого-то не будет. Сейчас съездила с закупкой продуктов. Не знаю, какое видео выйдет первым. Закупка или вот это, наверное, вот этот влог. И сейчас буду готовить, кушать. Естественно. Я смотрю сватов. Вот он, он котяра хочет. Что-то хочет от меня. А я буду готовить. В общем, в закупках купила вот такие поскидки. Кутабы, не знаю. Кутабы, кутабы, кутабы. В общем, что-то такое. Тут 4 штучки. Я не буду. Мяса, честно говоря, что-то мне вот сегодня вообще не хочется. Две мужу пожарю, ну, на ужин съесть и две ему с собой. Вот сейчас пожарю кутабы. Потом сделаю кабачковые оладушки. Лучок, соответственно, туда же чуть-чуть мучится. И чесночок еще сейчас почищу. И сделаю компотик. А то что-то у нас в последнее время, знаете, квас да квас, квас да квас. Уже, ну, честно говоря, поднадоел. Еще иногда я делаю, ну, лимоны замораживаю. Ой, ну да, и лимоны можно, в принципе, мандарины, апельсины замораживаю. Потом через блендер. И тоже вкусно. Ну, что-то поднадоели. Хочется компотика. Давно не делала, прям реально. Вот эти вот, как они называются, персики, абрикосы. Вообще они вкусные и безвкусные. Думаю, на компот пущу. Два яблочка. Еще у меня там есть открытое черничное варенье. Тоже вот на компот сейчас вот приготовлю. Так, что кабачки. И вот это будет на ужин. Салат больше никакой не буду делать. А что-то я еще такая думаю. А у меня же еще вот это есть. А, я еще купила лепешку. Вот, и еще у меня есть рыбный суп. Я готовила на днях. Такой легкий рыбный суп. Вот, в общем, лепешку еще вот я покупала в закупках. Вот уже все приготовила себе кастрюльки. Сейчас буду, в общем, наслаждаться, не знаю, тысячным разом этой серии. Да, и вообще с ватами. И буду готовить. Тимошка со мной. Кандей работает. Сегодня прям жарко. Жарко, жарко. Тимонька. Тимонь. Нету ничего сегодня. Хотела ему, кстати, корм купить. У меня в списке был продуктов. По 32 рубля без акции. Это если, по-моему, берешь 20... Да, 26 штук, если берешь 32 рубля. Ну, что-то дорого. Надо будет покопаться, посмотреть, где может быть сейчас акции. У него и сухой заканчивается корм. Вот. У меня таблетки для посудомойки заканчиваются. Надо будет на зоне, вот на лалбересе вот это вот все глянуть. Так, машинка еще стирально остановилась. Пойду вытащу. Тимонь. Красавец. Да, красавец. Я просто обожаю сватов. Мне кажется, я буду об этом говорить всю свою жизнь. И мне нравится, знаете, что первый сезон вообще не очень. Вот когда они на даче, очень классный сезон. И когда они на море. Вот эти самые мои любимые сезоны. Прям вообще смотрю и вот... И посмеюсь в сотый раз. И вообще просто обожаю, обожаю, обожаю. Так. Сказала, у меня уже все готово. Супчик рыбный. Я приготовила так кабачки. Оладья, точнее, из кабачков. Так мало получилось. Хотелось бы побольше. Но получилось прямо ровно 12 штук. Я один, потому что уже съела. Он безумно вкусный. То ли давно не ела, то ли не знаю. Прям попробовала, знаете, как на соль. У меня обычно всегда проблема на соль. Я или пересолю, что чаще бывает. Или недосолю. Вот у меня проблема на соль прям вот... Ну, очень часто бывает. Там, если когда... Ну, какие-то заготовки делаю. Там какие-то котлеты. Ну, я... Извиняюсь, редко это делаю. Там я не пересоливаю. А когда вот так вот, знаете, ну, как бы на разик, то могу и пересолить. Так, сметанку достала. Сейчас вилочки, ложечки еще я что-то не положила. И вот мужу тоже. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцати. Одно я съела, божественно было. Так, посадомойка уже у меня закончила. Так, и вот мужского бутерброда не будет. А, еще квас сейчас я налью. Потому что компот... А, компот. Компот. Компот у меня тоже готов. Он у меня на балконе. Ну, он будет настаиваться ночь. Вот он. Завтра будем пить компотик. Вот. А квас я купила. Сейчас тоже кваску налью. Ну, правда, уже не очень сильно хочется. А там, может, попозже. Муж сегодня у меня пораньше сработает. Может, попозже я ему еще сделаю бутербродики. Так что, вот такой вот у нас сегодня ужин. Всем вот так ужин. Приятного аппетита. Кстати, вот эти вот кутабы. Это производство... Блин. Забыла. Только что в голове было... Было... Дело мясника. Вот. Дело мясника. Пахнут они просто шикарно. Вот они вот такие вот получились. Просто шикарно пахнут. Не знаю, как на вкус будет. Я прям кусочку мужа съем. Я прям попробую. Мне просто самое интересное. Когда я уже говорила несколько раз, что это новое покупаю, я всегда, ну, пробую. Потому что нужно, чтобы знать, вкусно или нет. Хотя, знаете, чё я тут... Пахнут, короче, вкусно. На вкус не знаю, что. Когда-то я тут месяца два назад, наверное, покупала мясо готовое такое в пакете для запекания в пятерочке. Ой, как оно пахло на всю квартиру вкусненько. Прям вот вообще вкусненько-вкусненько. Но это было самое ужасное мясо, которое она в жизни ела. Во-первых, оно вообще на вкус невкусное. Во-вторых, одни жилы были. Ну, то есть, вообще, в принципе, вот мы вот такие полуфабрикаты не покупаем. Очень редко вот такие вот. Ну, кроме сосисек и пельменей и сарделек. А вот такие вот котлеты там, вот такие полуфабрикатные, вот такие вот кутабы, купаты. Купаты, по-моему, купаты. Ну, вы, в общем, поняли, сосиски вот эти. Очень-очень редко покупаем. Но вот попробуем. Вкусный или нет, запах стоит просто обалденный. Надеюсь, будет вкусненько. В общем, всё. Всем пока-пока. Ещё раз всем приятного аппетита. Всех целую. Обнимаю. Хорошего настроения. Всем привет. Добро пожаловать. Сейчас приходили делать опять эту воду горячую. С утра же делали. Как это? Поверка. Этот спрятался. Вот вышел только. Только ушёл дяденька. Вот раз делали только холодную, потому что горячей не было. Сейчас вот горячую. Да, вот пугался, испугался. А я смотрю. Дом кино просто. Что тут? Улицы разбитых фонарей. Выключить. И сейчас буду делать пирожок из покупного слоёного. По-моему, дрожжевой. Это я достала детство. Так, рака немножко грязная. И жарю. Смотрите, какая красота. Жарю рыбку. Это у меня морской язык филе. В общем, в процессе рис надо накрыть. Что-то бухнуло я опять. Много будем целую неделю рис есть. Так, рыбка. Это я вытащила суп. Вот пирожочек будет у меня с яйцом и зелёным луком. Арбузик, арбузик, арбузик. Ещё сейчас я помою. Компот перелила. Класс. В общем, готовлю кушать, кушать, кушать. Ну, вот такая красивая, золотистая. Прям вообще. Слюнки. Слюнки уже текут. Рыбка у меня готова. Вот эти прямоугольные кусочки. Прям такие аппетитные. Вот эти не очень. А вот эти прям как будто прям... Не знаю, шедевр. В общем, я так довольна. Рыбка готова. Риса получилось. Вон, как много. Что-то я сыпанула даже это. Ну, ничего. Два раза, может, с собой положу. Сегодня покушаем. Ну, и я ещё подумала, можно сделать салатик. Ну, на днях. С этой, с рыбкой или, ну, крабовой. Ну, надо только купить. Не знаю, рыбка у меня есть или нет. Надо посмотреть. Рыбка вроде должна быть. Так. Помыла арбузик. Сейчас буду врезать. Тоже вкусненький, холодненький арбузик. Я люблю больше арбуза. Напишите, что вы больше любите. Дынь или арбуз? Я арбуз больше люблю. Особенно, если он прям такой сахарно-сладкий. Вот для меня вкуснее. Ой, арбуз. Что-то с ресницами. Так. И пирожок. Пирожок. Вот он. Ну, видно. Только его поставила. Потом вытащу и покажу. Так. В принципе, всё. Всё. Я даже руками посуду какую-какую помыла, девочки. Первый раз за несколько тысяч лет раковину нужно было освободить, чтобы арбуз помыть. Может, сохнет. В общем, представляете. Сама себе удивляюсь. Ну, вот это, конечно, сама всегда мою. Потому что нельзя посудомойку. Понятно, что деревянные доски. Это всё нельзя. К чему я это говорю? Не знаю. В общем, ждём пирожочек вкусненький. Вот. Какое арбузико. И я сейчас вот отсюда с собой вкусняшку себе отрежу. Попробую. Ну, не сахарный. Ну, нормальный по вкусу. Арбуз. Ну, пахнет очень вкусно. Шторшеницы всё цепляются, цепляются. Надо расчесать. Ммм. Пахнет прям арбузиком. Ну, рано, рано. Я согласна. Можете даже не писать рано. Но очень захотелось. Вытащила своего красавца. Посмотрите, какой он классный. Всё-таки эта штука плохо прорезает. Где она? Я её уже показывала. Слушайте, я прям со всей силы. Ну, она прикольно получается. Ладно, там не везде прорезанность. Но зато он такой поинтереснее, да? В общем, вот эта штука плохо прорезает. Я со всей силы прям делала. Ну, может, ещё научусь. В общем, пирожочек мой прям хочется. Я даже рыбу так не хочу, как хочу вот этот пирожочек. Ай! Вот что я сделала. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита.